Всем привет! Я пришла домой. Отвела замера в школу. Вчера уж не день выпал полностью из моей жизни, потому что у меня так сильно болела голова, что я просто весь день лежала пластом. Единственное, я периодически ходила на кухню погреть что-нибудь, ребенку поесть. Все. Больше ничего не делала. Купила шоколадку, милку такую, да, Мирчику. С цельным миндалем. Себе стеки Фит. Хитс, точнее, Хитс. Другие не продаются в этом, в Олесе. И вот такой вот мятный лайм, Flash Energy. Причем в супермаркетах он стоит 49 рублей, в Олесе 70. Вот это я даже не догадываюсь сколько, потому что вся эта покупка мне обошлась 400 рублей. Что-то как-то дорого. Я привыкла, что за то же самое я как бы отдаю обычно 230-280 рублей. Ну, типа, что-то как-то дорого. Ладно. Встретил меня какой-то сосед непонятно пахнущий. И непонятно по чем. Ну, видимо. Что такое? Звуки такие. Видимо, пьяный человек. Не знаю. Не знаю. Вообще, вообще, как бы, да, не без этого бывает. Я вижу там каких-то пьяных соседей или там хамло какое-то, которое не здоровается как минимум. Или там кто-то музыку сильно вырубает. Но тут такая слышимость. Ну, не могу сказать, что прям сильно слышно. То есть, если соседи включают музыку, то мне слышно, если так притихнуть, мне слышно музыку. Но если что-то делать, разговаривать, самим включить телевизор, музыку как бы не слышно. Слышно баханье. Слышно сильное баханье вот этих буфер, вот саббуферы, буферы, как это называется. Вот эти вот басы. Бух, бух, бух вот так по окнам. По окнам, по шкафу. Это слышно. А саму музыку как бы, ну, если притихнуть, то слышно. А вот в подъезде, если выйти в тамбур, музыку слышно сильно. То есть, ну, а вот с квартиры не слышно. Или вот у соседей снизу бывают гульки. Бывают гульки, судя по всему, гости. Потому что слышно именно не то, что там музыку, там что-то такое, гулянки. А вот больше они именно громко очень разговаривают. И слышно, что очень много людей. Их слышно только летом, когда тут жуткая жара, накаляется крыша, потому что мы живем на пятом. И тяжело дышать. И тогда в этот момент, в этот момент, конечно, да. В этот момент, конечно, оп. Эти... Подключаемся. Ой. В этот момент, конечно же, да. В этот момент слышно соседей. Фу, жарко. Фу, как жарко. Маска еще-то висит тут. Фу. Она у меня постоянно становится вот в этих местах такая серебристая. Это от хайлайтера. Она пачкается в хайлайтер сильно. Короче, если соседи снизу устраивают какие-то гульки, ну, как бы слышно не музыку там какую-то, не это самое, а именно голоса. То есть, что очень много людей разговаривает. Ну, это слышно, когда только от лета, когда открыто окно. Или слышно, что самое интересное, через ванную. Через ванную слышно все, что хочешь. А именно из кухни, и уж тем более из спальни, нет. У меня были моменты, когда меня пытались подбить некоторые соседи, написать на кого-то заяву. Это вообще жесть. Я как бы такая, ну, не пошла такая, пошла. Ни на кого заявок встречить не буду. Мне никто не мешает. И когда я вот заявляю кому-то, они спрашивают, вам мешают? Я говорю, нет. Мне правда они не мешают. У меня начиналось заявлять, ну, у тебя, блин, я не могу. Вся косметика, что ли, скаталась? С утра хайлайтер скатался. Сейчас бальзам для губ. Сегодня все решило скататься с меня. Меня ужасно раздражает, когда начинается вот эта история в духе, ну, как это тебе не мешают? Ну, как это? Ну, мешают. У тебя же ребенок, муж там, это самое. Ну, я говорю, я поздно ложусь. Я ложусь позже, чем ребенок и муж. Бу-бу, привет. Я говорю, я ложусь позже, чем ребенок и муж. И, о, радуйте. Зафоткалась, не знаю, что вышло из этого. Ну, ладно, кину в инстушку. Короче, вся история в том, что я ложусь позже, чем они. Обычно я укладываю ребенка, там, книжки ему читаю, еще что-то там. Мы там слушаем, например, сначала это у нас происходит чтение книги, вот. Или просмотр какого-то фильма всем вместе, вот, всей семьей. Потом я включаю ему, Домирчику, подкасты от Сбирзвука. И под эти подкасты он засыпает. Ну, я их тоже, естественно, слушаю, эти подкасты, вот. И потом, если, то есть, я ходила в душ до ребенка, то я иду в душ. Если я не ходила еще в душ, то потом я иду в душ. Ну, в любом случае, я как бы сразу не бегу спать, когда Домир засыпает. Я обычно все равно еще прихожу на кухню, я могу что-то попить, я могу выпить лекарство, я могу принять душ, когда ребенок ляжет спать. То есть, ну, что мне там нужно сделать, да, что я не сделала еще. Вот, то я как бы делаю. Мы можем посидеть с Володькой, попить кофеечку, пообщаться еще на сон грядущий. Вот, на какие-то темы и так далее, вот. И я слышу, что происходит у соседей, и мне это не мешает. Это не мешает моему ребенку. У нас не слышно ничего в самой квартире. Но, как бы, вообще, исходя из всего этого, как бы, да, понятно, что все мы люди, ко всем нам приходят гости. Иногда все мы хотим громко послушать музыку. У нас у всех есть дети, у кого-то маленькие дети кричат, у кого-то собаки. Но я не могу сказать, кто-то может подвыпивший прийти домой. Но я не могу сказать, чтобы кто-то меня здесь страшно обидел чем-то, прицепился, тронул меня как-то, нахамил меня дико. Вот. Не знаю, что я там ощущаю себя в этом доме не в безопасности. Нет. Как бы, и исходя из того, что у меня все эти моменты были, что мне реально мешали спать, мне реально мешали жить, мне реально, бывало, хамили, угрожали. У меня бывали такие моменты, но не здесь. И исходя из этого, я, например, лично думаю, что на данный момент менять место жительства не стоит. И муж со мной в этом вопросе не то, чтобы полностью солидарен, а именно он меня натолкнул на эту мысль. Когда мы с ним говорили о переезде, например, когда у нас возникали такие мысли, такие разговоры, он говорит, ну, как бы, здесь уже, говорит, все рядом. Рядом школа, рядом магазины, остановка. И, говорит, ты в этом, как бы, районе чувствуешь себя уверенно, тебя никто не трогает, не обижает. Но это так и есть. Просто муж часто ездит по командировкам, поэтому он меня расценивает как с позиции, как с позиции одиночки, скажем так. Ну, не одиночки в смысле, что мы не вместе с ним, а одиночки в смысле в том плане, что... То есть я часто нахожусь одна, либо там одна с ребенком я нахожусь, да, но по сути все равно одна, потому что если говорить именно о взрослых, да. Вот. И, как бы, с этой позиции, да, я более уверена в себе в том плане, что... В том плане, что, конечно, я более уверенно себя ощущаю, потому что я, как бы, уверена, что я здесь, никто не обидит. Я знаю здесь соседей. А, как бы, переезжать в другой какой-то район, да неизвестно, что там за люди вообще живут, и что вообще, как мне обернется. Вот. Вот так вот. Поэтому пока не хочу переезжать. Дом 2, кстати, дом 2. Володя говорит, ну, посмотри, говорит, если тебе, ну, типа, хочется посмотреть. Я же смотрела дом 2, вот. Ну, я смотрела на ютубе. И он говорит, ну, посмотри на рутубе, там тоже есть. Я говорю, вот каждая серия прям выкладывается. Ну, я не знаю. Он сказал, что да, но он не сильно же разбирается в этом вопросе. Вот. Я говорю, ну, не знаю. Ну, не знаю. Вот. Я говорю, вряд ли я буду на рутубе что-то смотреть. Мне не совсем удобна эта платформа, эта площадка и так далее. Я говорю, это вряд ли. Вот если по чесноку. Вот. И он же, короче, мне говорит, да бубну будет нам накидаться. Я говорю, мне не очень удобна эта площадка. Я не очень люблю именно с телефона смотреть что-то на каких-то сайтах или смотреть что-то вот с браузера, там, да, вот с каких-то сайтов. Мне это не очень удобно. Я в основном предпочитаю смотреть либо на ОКО, либо на ютубе, либо в конкретно редчайших случаях Иви. С браузера я никогда ничего не смотрю с телефона. Это вот, ну, практически никогда не бывает. Вот это 1% из 100, что я что-то посмотрю там на браузере. Потому что как-то у меня повелось, что ни один телефон не хочет нормально, без всяких заминок, запинок, воспроизводить мне видео в браузере. Почему-то как-то так случилось. Я говорю, ну, я или говорю на ютубе, смотрю. Но, опять же, телевизор полностью оккупирован ребенком под мультики. Поэтому практически никогда, опять же, там, от 2 до 5%, скажем, даю, что кто-то из нас с Володей включит телевизор и будет смотреть взрослые каналы. Нет, я могу посмотреть на ОК или на Иви, этот самый, господи, онлайн на Ю, но такая история, что они транслируют по Москве. То есть я могу посмотреть, ну, 2 только либо в 5 утра, либо в 5 вечера. Это как раз там они или здесь, по-моему, 10 утра, 10 вечера. У них трансляция идет, а у нас 5 утра, 5 вечера, где-то так. То есть как-то так оно идет. Ну, я не всегда успеваю это время посмотреть. Поэтому пару раз я заглядывала к ним, но это не то уже все равно. А сейчас смотрю, короче, прислал кто-то комментарий. Значит, я оставляла комментарий под каким-то видео, и кто-то, короче, тоже прислал. Ну, и у меня, ну, высветилось уведомление, и я такая захожу, и такая, ну, нифига себе, канал опять работает. Ну, и там 2 недели видосов выложенных, и я смотрю, что они меняли, типа они в Казахстане находятся, вот. А теперь опять написано Россия, вот. И у них не было никаких видео, а сейчас опять есть, вообще. Не знаю, чем они там занимались, но последние 2 недели я их не смотрела. Я смотрела в основном Иванецкую. Я уже рассказывала Самвелу, Диану с Лешей, Кристину Ди, и я не помню, кого там еще. Хочу посмотреть, что там происходит у Егора, Андрюшина. Хочу еще посмотреть Антона С. Еще кого-то хочу посмотреть, кого они... А, Марину Михину смотрела. Вот, смотрю старые выпуски Самвела, очень интересно посмотреть, посматривал, как у него жила крольчиха Мася. Она с ним прожила 6 лет, потом умерла, и я так понимаю, она его похоронила где-то на берегу Днепра, и периодически, когда ему очень грустно и печально, он туда приходит, вот, и ходит, бродит там, приходит к Мася. Когда ему плохо, печально, грустно и так далее, когда вот какие-то такие переломные моменты в жизни. Я, например, за крольчиху не сразу узнала, но это было несколько лет тому назад, когда я, видя, как он приходил на берег Днепра и проводил время там, разговаривал, там какие-то болтологические моменты были, я понимала, что, ну, как бы видно было по нему, что ему грустно, как-то плохо, вот, но я не понимала, почему он приходит именно в это место. А сейчас я узнала, что, оказывается, там похоронена Мася, и что у него была крольчиха, я тоже знала, но я не... Здравствуйте, Вову. Привет! Мальчик с игрушечками. Но что у него, как она умерла, что случилось, я не знала. И как появился Томас, ну, может, год тому назад узнала, вот. Вообще, я не понимала раньше людей, которые относятся к своим животным, как к детям, холят, лелеят, одевают, там, покупают, там, всякое, ну, как-то вот так вот, чуть ли не в попку целуют, вот, такое отношение у них, вот. И я хочу сказать, что у самой сейчас такое отношение к коту тоже, и у ребенка, и у меня, да и у Володьки тоже. Обожаем кота, вот, не было такого осознания, пока не появился кот. То, что животное, то есть, да, мы в ответе за братьев наших меньших, то, что мы в ответе за тех, кого мы приручили, вот. Относиться к ним, как к друзьям, это да. Но вот такой, как к ребенку, прям, вот настолько щепетильно. Я этого не понимала. Когда покупают этих собачек маленьких, наряжают, там, и так далее. Ну, как-то я не понимала, зачем это все. Заводят им отдельные аккаунты, постят их по стенам, не знаю. А сейчас, короче, появился у самих кот, и сейчас такое же, наверное, отношение, и пришло понимание, почему это люди делают, и как так. Меня раздражает, что в последнее время очень стыдно, очень модно иметь две позиции. Либо кричать, что я русский, либо кричать, либо просто кричать, что ты русский. То есть, либо очень сильно какой-то резкий, я не знаю, патриотизм вдруг возник у людей, и они начинают кричать и в грудь себя бить, я русский, я русский. Либо, наоборот, что им стыдно быть русскими. То есть, сейчас вот модно иметь вот такие вот две позиции почему-то. Мне это непонятно, почему мне вообще непонятно, что происходит. Почему нельзя иметь какую-то золотую середину во всей этой истории. Мне это совершенно не ясно. Вот, но рассказываю, как вот, за что купила, за то и продаю, скажем так. Вот как оно есть, к сожалению. Почему я рассказывала недавно, что, почему я в поездке, то есть, не беру с собой еду, да. А почему я говорю, что вот в кафе поесть, да. Когда я рассказывала о том, что мне гораздо приятнее поесть, например, в Макдональдсе, нежели чем в какой-то шаурмичной. Рассказывала об антисанитарии, о санитарных условиях, нормах в Макдональдсе и так далее, да. Мы это с вами уже обсуждали. Но мы не обсудили, почему же я говорю, что в поездке нужно поесть где-то, а не взять с собой еду. Да потому что, когда на улице 40 градусная жара, дичайшая влажность, как бы вряд ли какая-то еда сможет это выдержать. Вот. Да, можно взять с собой какую-нибудь булочку, можно где-то купить кофе. В принципе, можно, но я не беру с собой такое огромное количество еды. Именно чисто вот, если мы куда-то выехали с утра, да, мы можем там, например, в электричке ехать там часов 5, допустим, да. Туда 5 часов обратно, так, в среднем. Да, можно взять с собой какие-то булочки. Я не могу взять с собой еды на целый день, а то и на 2, в зависимости от нашей поездки. Когда мы едем куда-то, например, делать документы, а что-то не зайду с авоськой, ну, еды и так далее, вот. Да и на одних булочках далеко не уедешь. Хочется нормально поесть, потому что у меня, например, очень проблемный желудок, болезненный. Я не хочу, чтобы у ребенка такой желудок был. Поэтому обычно мы все равно заходим в кафе. Можем взять с собой пачку булочек, там обычно 3-4 булочки в упаковке. Перекусить, попить чаю, кофе ранним утром, а потом уже, когда мы там едем, делаем какие-то документальные вопросы. После этих вопросов, например, зайти куда-то покушать нормально, вот. А потом уже, например, идти на аттракционы, на прогулку, на пляж, вот. Там на остров Русский, как вот мы ездили, еще куда-то там, да, по делам, в Дельсинарии и так далее. То есть мы уже едем куда-то, куда-то. Ну, как сказать? Как сказать? Мы уже как бы едем куда-то в зависимости от того, куда мы хотим ехать. Я не знаю, можем с собой вечером еще что-то купить, либо с собой, либо опять зайти покушать в зависимости от времени, не загулялись ли мы, не торчали ли мы в пробках и так далее, да. И тогда уже ехать как бы домой или там, если мы ночевать где-то будем, то, естественно, это опять же подразумевает с собой пойти куда-то нормально поужинать. Поэтому я и говорю о том, что всю еду с собой не утащим, зависит от того, насколько мы едем. День-два, целый день. Если я еду по месту, здесь документы сделать, так я, конечно, не буду с собой брать еду. Но если мы целый день отсутствуем, мы даже просто передвигаемся по городу целый день абсолютно, у меня нет времени заезжать домой, разогревать еду, садиться, есть, ну, не всегда на это есть время. Иногда мы можем с Миричем выехать в 7 часов утра и целый день мотаться по городу и приехать там в 6-7 вечера. Естественно, ребенок захочет за это время поесть. И поесть не просто в попыхах какую-то херню из пачки, вот, а, конечно, он захочет покушать нормально, вот. Поэтому, ну, все зависит от того, куда мы едем и насколько. Как-то так. Так, дальше идем. Были вопросы, с каких пор я являюсь волонтером и общественным деятелем. Вплотную, с 2014-го, до этого были несмелые потуги, скажем так. То есть я этим занималась, я помогала, но редко не смела с чьей-то, как бы, подачей. То есть кто-то этим занимается, а я просто, как бы, да, тоже помогаю. Вот, а именно вот конкретно, прям вот, масштабно я начала этим заниматься в 2014-м году. Когда мы переехали в Харьков, мы сами нуждались и нам очень помогали. Разные волонтерские организации, Красные Кресты, вот, и прочие там всякие общественные деятели, да. Нам очень сильно помогали. И когда я поняла, что мы уже стоим на ногах, и нам уже и так.